Здравствуйте, меня зовут Мельникова Ольга Алексеевна, я врач-стоматолог клиники Дентал Фэнтези. Очень часто родители приходят к нам с вопросом, который начинается со слов, а можете ли вы? И сегодня я постараюсь ответить на самые популярные такие вопросы. Итак, первый вопрос. А можете ли вы за раз полечить несколько зубов, 3-4 или больше? На самом деле, мы можем полечить несколько зубов за раз, только в том случае, если они находятся на одной стороне, ну или грубо говоря, стоят рядом. Значит, мы делаем анестезию на одной стороне, и лечение не будет таким травматичным. Если зубы находятся по разные стороны, то анестезию придется сделать два раза с двух сторон. Для ребенка это очень большая нагрузка, и, как правило, мы не сможем сделать это за один раз. Обычно мы делаем перерывы между визитами около недели. Еще один частый вопрос. Нас просят порекомендовать пасту, чтобы наверняка не было кариеса. На самом деле, избежать кариеса возможно не только выбрав правильную зубную пасту. Причин кариеса много, и только убрав все причины, мы можем избежать его. Паста – это лишь один из компонентов полной комплексной программы, которая защищает нас от кариеса. Также часто родители спрашивают, когда лечение заканчивается, а можете ли вы нам дать гарантию 100%, что после лечения все будет хорошо. И человеческий организм на различные манипуляции реагирует по-разному. Поэтому предсказать последствия лечения мы не можем. Мы можем гарантировать что-то с какой-то долей вероятности, но 100% гарантии ни на что, не только на лечение, но и на все в жизни мы дать, к сожалению, не можем. Очень часто, когда мы предлагаем лечение ребенка под закисью азота, то есть в состоянии седации, родители ожидают, что за один раз или даже за несколько визитов мы вылечим полностью весь род. Но это не так. Все зависит от того, насколько ребенок контактен, насколько у нас получилось наладить с хорошие отношения. Если все сложилось так, как нам нужно, то в состоянии седации, конечно же, мы можем вылечить весь род. Но, скорее всего, это будет не один визит, а несколько визитов. Если мы хотим вылечить все зубы за один визит, то это будет лечение во сне, то есть, иными словами, под наркозом. Еще одна ситуация. Когда ребенок приходит и очень много разрушенных зубов, родители просят на то время, пока они сдают анализы и готовятся к лечению, чтобы мы покрыли чем-то зубы, чтобы они дальше не разрушались. К сожалению, такого средства нет, потому что, если процесс начался, то он, скорее всего, будет прогрессировать. Мы можем какими-то способами, такими как хорошая гигиена, налаживание питания, мы можем чуть-чуть затормозить этот процесс, но полностью снять его невозможно. Поэтому, если нас просят покрыть зубы чем-то, то такого средства нет. Также очень часто, когда для восстановления зуба требуется коронка, родители просят сначала ее не ставить, а ставить только в том случае, если пломба отвалится. Это в корне неправильная просьба и неправильное решение, потому что, если пломба отвалится, то, возможно, зуб будет разрушен настолько, что спасти его коронку уже не получится. Может даже отколоться стенка зуба или разрушится корень, и мы не сможем восстановить такой зуб коронкой, и в итоге его просто удалим. Также часто просят не удалять нерв, а просто залепить зуб пломбой. Если есть показания к удалению нерва, что врач определяет в ходе обследования на снимке, то нерв следует удалить, потому что иначе мы оставляем в зубе инфекцию. И если ее просто закрыть сверху пломбой, то инфекция будет распространяться в сторону постоянного зуба, и мы таким образом можем потерять не только молочный, но и постоянный зуб. Очень часто в конце лета, перед сентябрем, родители приходят со странной просьбой. Дайте нам сейчас справку, чтобы нас взяли в школу или в детский сад о том, что мы здоровы. А все, что нужно полечить, мы полечим в течение года, когда будем уже учиться. Такую справку мы не имеем права дать, потому что мы можем выдать такой документ только в случае, если у нас пролечен весь род у ребенка, вылечен весь кариес, и мы действительно документируем то, что процесс завершен. Это неправильно по отношению к ребенку, потому что мы даем ему справку, что он здоров, хотя на самом деле есть процессы, которые требуют лечения. Также это неправильно с теоретической точки зрения, потому что справка по сути недействительная. Но самый мой любимый вопрос, когда родители с ребенком заходят из порога, говорят о том, что нас к вам отправили со словами, что вы все сможете и все нам полечите, и вы последняя инстанция. На самом деле очень здорово, если так получится. Но существует момент, когда ребенку подходит конкретный врач и врачу ребенок, когда люди совпадают по психотипам. Здесь очень важный момент подстройки. Если у врача получилось подстроиться под ребенка, и ребенок открылся этому врачу, а также налажен контакт с родителями, с семьей, выстроена правильная программа, то успех вероятен, с оговоркой опять же на возраст, на психическое состояние семьи, ребенка. Все возможно. И действительно бывает такое, что какой-то врач – это последняя инстанция. Но, к сожалению, это не стопроцентная гарантия, если вас направили к конкретному врачу, что у вас все получится. Но опять же, стоит надеяться на лучшее. И позитивный настрой зачастую решает все. Берегите свои зубы и зубы своих детей. А я желаю вам удачи! Субтитры создавал DimaTorzok